Сымык Джапукеев ушел с поста прокурора Иссык-Кульской области. В отставку ему пришлось подать едва ли не сразу после того, как в одном из интервью не сдержался и раскритиковал политику первых лиц страны. Карьера яркой звезды октябрьского переворота закончилась так толком и не начавшись. Такие вот дела. Всем привет, Канеметов с вами. Сымык Джапукеев все эти месяцы молчал, расширенных интервью не давал. Журналистов старался избегать. Видимо, сказать ему было особо нечего. А может, боялся наговорить лишнего. Как бы там ни было, отношения с командой Садыра Джапарова у Сымыка почему-то не сложились. Финансовую полицию расформировали, а его самого под благовидным предлогом отодвинули от кормушки. В интервью СуперКейджи бульдозер революции 2.0 не скрывал своих обид. Люстрировали борцов за люстрацию, с горечью сказал он. Зады болы бейз, не дурцы, джокалаган. Зады козли, джокалаган. Было биды, джокалаган. Конкретно, но, оймеллердин. Бекчысын, бектипын, бекчысын... Камайшасты, нумовар. Воорвана... Ищ, джуротканда. Айман. Ужумнад, чечитит... А что, неправда что ли? Все, кто так или иначе участвовали в свержении клана Джейнбековых, в итоге оказались не у дел. Садыр Джапаров, на удивление, быстро забыл про своих вчерашних союзников. Теперь у него новые друзья и новые союзы. В основном они состоят из людей Матраимова и Соромбая Джейнбекова. Областной прокурор в интервью Супер Ки-Джи старался быть осторожным в высказываниях и говорить как можно дипломатичнее. Но не вышло. Разругал политику президента, премьера Марипова, раскритиковал еще жестче. А еще сказал, что не держится за кресло прокурора области. Видимо, после выхода этого интервью у Джапакеева был неприятный разговор с приближенными к президенту, а может быть и с ним самим. О чем они там беседовали, мы вряд ли узнаем, но факт остается фактом. Джапакеев ушел в отставку. Не стоило критиковать главу государства, говорит он. Решил уволиться сегодня. Не имел права критиковать президента, но сделал это. Никакого давления на меня не оказывали, в том числе и генпрокурор Курман Кулзглушев. Последний, кстати, один из самых объективных из всех политиков. Вот так вот. В политику революционеров возвращаться не планируют. Но если все пойдет как встарь, то придется. Многозначительно сказал он. СМК Джапакеев, покидая прокурорское кресло, сказал, я не имел права критиковать президента, но сделал это. Но прокурор-то как раз для того и нужен, чтобы критиковать президента. А теперь о том, как Джапаров и Ташиев пытаются удержать стабильность своего режима. Придумывать велосипед они не стали. Организовали упреждающий митинг. Сегодня в Бишкеке прошел митинг против митингов. Организовали их сторонники президента и председателя ГКНБ. Как-то глупо звучит, да? Противники митингов вышли на митинг. Мы вышли на акцию протеста против митингов в стране. Мы требуем, чтобы провокаторы покинули республику. Мы не хотим, чтобы МПОшники Запада свободно гуляли в стране. Ох, старые песни на новый лад. Во всем виноват Запад, америкосы-пиндосы, европейцы-пиндосы тормозят развитие нашей страны. В России есть отряды Путина, а в Кыргызстане отряды Ташиева и Джапарова, которые героически противостоят третворному влиянию Америки и загнивающей Европы. Байден, позор тебе! Позор, позор, позор! Что же хотят эти противники митингов? Требуют от кыргызстанцев не возмущаться по поводу повышения тарифов в два раза. Позор, позор, позор! Субтитры создавал DimaTorzok Нифига себе! Власть повышает тарифы в два раза и при этом не объясняет, почему она это делает именно на эту сумму. Коррупция в энергетике не побеждена, коммерческие потери остаются на прежнем уровне, реставрированы бакиевские серые схемы. А если попробуешь возмутиться и выступить против произвола, то все, ты провокатор и враг государства. Сказать нечего, хорошо устроились. Во всем виноваты пиндосы! Во всем виноваты пиндосы! Есть ли среди наших подписчиков противники открытия казино? Уверен, есть. Так вот, знайте, вы, по мнению сторонников Ташиева и Джапарова, являетесь агентами НПО. Только не правительственный сектор, как выясняется, против открытия игорных заведений в Кыргызстане, а все остальные граждане страны якобы обеими руками «за». Кто же этот мужчина? Голос знакомый. Ах да, это же Бакрчак Бакай. Тот самый маргинальный чувак, который с помощью слез выбил себе высокую должность в Министерстве сельского хозяйства. Чтобы понять интеллектуальный уровень членов команды Ташиева и Джапарова, достаточно взглянуть на это видео. Мы вчера целый день смеялись над тем, как президент интерпретирует религиозные догмы. Сегодня религиозные догмы на свой лад начали интерпретировать уже депутаты. Шалюбек Атазов удивил своей глупостью. Раньше он молчал и только казался идиотом, а теперь развеял все сомнения. Да что ты, черт побери, такое несешь. Пока президент, Кабмин и большая часть депутатского корпуса заняты ерундой, в стране назревает социальный взрыв. Прошла Конституция, это еще первого победа власти. Я услышал то, что хочет сделать правительство, но уже цен назад не повернешь. Цены назад не повернешь. Цены такие останутся высокими. Смотрите, зарплата не растет, пенсии в ближайшем будущем не увеличатся, пособии те же, доходы у населения те же получаются, а рост цен произошло. Что делает в это время правительство? Поднимает, хочет поднять тарифы на электричество, хотят поднять цены на проезд, хотят... Что еще делают? Пока вот еще такого ничего не слышал я. Пьют корень. Отвлекают население. Вот что конкретно планируется делать правительством в ближайшем будущем, чтобы население могло увеличить свои доходы? Просто бороться с ростом цен, это полумеры, вы сами прекрасно понимаете. Если у людей в карманах будет пусто, ну и что, что будет масло, ну там 170 сомов, 150 сомов. В редакцию «Апреля» постоянно поступают обращения от людей, которые нуждаются в помощи. Мы стараемся отвечать на каждое. Так, недавно к нам обратился Андрей Сергеев. Он рассказал, что вынужден жить в подвальном помещении из-за того, что государство не оказывает помощь, которую обязано давать по закону. Подробная история. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok